Нажму стоп-старт И напомню вам, что это матч Команд стаффа НАТО СВИНСЕР И стаффа NIP Первый раунд от НАВИ, если вы помните, в прошлом В прошлый раз они Сделали очень Замысловатый раунд и вышли Под АПЛЕНД, насколько я помню Два, две минуты раунд тайм Так По-моему, не прогрузились На строечки, но тем временем НЛ все еще Можно было, наверное, прогрузить Все-таки на этом серваке правила ESL, ESL конфиг Тот же загрузить что-то еще, но на этот раз точно Старт матча Да На этот раз точно старт матча И давайте смотреть, куда же направится У нас НАВИ, они будут играть в защите Соответственно, им будет тяжелее И кто же будет у нас На каких пунктах стоять у NIP Оба коллектива мы уже видели в деле Основные действующие листы нам известны Пит у нас идет спокойненько в окна Хоффен занимает в соло АПЛЕНД И сразу же стягивается после укрепления БПЛЕНДА Прайс на Делпан И Хоффен у нас будет, наверное, основную роль играть У него Позиция опорника Который должен сейчас чекать весь заход Есть информация о выходе Игроки уже врываются на А Сеня пытается перестрелять Питу Пита получается У Пита получается вешать две головы в планке Игрокам Туфей стягивается с коннектором Тем временем у нас уже Дима Победима Дает два отличных килла Твидой Закрывает двух оппонентов в ответ И диффузит бамбу Первый раунд отходит на IP Смогли они выбить АПЛЕНД Достаточно пассивное Занятие позицией Сыграло свою важную роль Смогли стянуть спокойненько игроки с БПЛЕНДА Выбить А И несмотря на опен фраги Со стороны НАТО СИНСРы Которые были произведены после двух первых Минусов от Пита Которые Жумли сыграли очень качественно Ребята Осуществили выбивание На пятерочку Без всяких проблем стянулись По крайней мере стяжка была очень хорошая И в итоге у нас мы Наблюдаем за фастом раундом На БПЛЕНД Сеня падает Твиды тем временем принимает заход зигзага Туфейс плента Туфейс минус 3 делает Туфейса забирает у нас Никитка Финн Ну и Твиды И последний килл Закрывает Правда Пита на самом деле Не Твиды и последнего игрока Никитка Не поставил плент Но это и понятно Слишком много принял Оппонентов Туфейс Который играл в пленте С Фомасом Обратите внимание что NIP став не Покупает Не покупал фармгана Они сразу же закупили фомасы Нормальные девайсы Кольты И вот сейчас уже играют С АВП На Пите Но тем временем Делают очередную Волоску на БПЛЕНД Скорее всего Это будет Эко раунд Нет на этот раз Решили пойти под подвал Но это вполне тоже логично Твиды Зачекает Мидл И будет контролировать Подвал Наверное С зиги Если я Не ошибаюсь Залез на забор Его заметили Он слышит передвижение Игроков Неплохая граната И сбор Соответственно Сбор Игроков Эко Сеней Минусует Твиды Неплохой Кстати говоря Бонус Для Сеней Это кольт в руках И Он может Честно Делать делов Нет Уфа Все таки Справляется Сеней Забирает Девайс Отданный Твиды Твиды Это Мовимейкер Напомню Команды NIP Твиды Минусует Одного Минусует Второго Прайс И остается У нас в медле Бит Дима Которого Закрывает Пита Еще Снайпер 3-0 В пользу NIP Тафа Ну и Сейчас Настало Время Ключевых Разыгровочек Которые Нам будет Показывать Нату Свинцеры Напомню Что Дефолтной Схемой Игрой Игры Нату Свинцера Была Игра Снайпера Вот в этой Позиции На мидле Который Контролировал Коннектор Сеня Соответственно Играл С подвала Ну и 3 игрока У нас Играло Под Аплентом Ничего Не меняется Если NIP Смотрели Ну Единственное Меняется Девайс В руках Сеня Это очень Интересный Девайс Дима Видимо Тем временем Стал Жертой Питы У Сеня В руках СГ 552 553 Точнее 552 Это Контре 1.6 Было 553 В Конечно же КС Го Что ж Накалить Своего оппонента Не смог Как и забрать Опен фраг Был За Диффенсом За шведской стороной И тем временем У нас Посмотрите Как жестко Распределились Ребятки У NIP Став Стоят в упоре Хофен Хофен Крушал Стоят в упоре Туфейс Попробовал Сейчас Аркадничать Спалил Двух игроков Перед ямой Но вот Прайс стоит на гранатке Помогает Своему тиммейту Уйти В любом случае Прайс Должен сейчас Откидывать Все таки Эту гранату При выходе Оппонентов И эта граната Обеспечивает ему Отличную защиту Как от тех игроков Которые дропаются И начинают его чекать Так и от игроков Которые выходят с ямы Главное Ему успеть Ее откинуть До того Как его примут Итак Прайс Что же ты ждешь Ждет смоков От НАТО Свинцера Пошла Закидочка Пошла флешенька Вот в лед На двух игроков Один из них только белый Никитка Минсует Прайса Тут же у нас Пошел Пропрыг Сережка Финтик Падает Никитка Финн Размен И туфей Закрывает Никитка Финна 4-0 4-0 В пользу Команды Н.I.P. Став Опять же НАТО Свинцера Должны Либо закупаться Галилами И что-то подобное Непонятно делать Либо Делать яко И они решают Сделать экономический раунд Вполне себе Оправданные действия Опять же Вряд ли Вряд ли бы Что-то другое Имело смысл И врыв на мидл Врыв через коннектор Готовится Совершить у нас Команду НАТО Свинцера Став Пита Закрывает Двух игроков Две отличные Плюхи Повесил с АВП Хоффен Будет врываться С коннектора Будет в наглую Играть Чекать ближние позиции Соответственно Все углы Известны Где стоят игроки Хоффен Выживает Каким-то образом Просто невероятным Сделав 2 кила 5-0 В пользу НИПСТАФа И пока что Наш СНГшный Портал За которого Конечно же Многие топят В чатике Потому что Все-таки Это СНГшная Организация Организация За которую Нельзя не болеть На Рустриме Болельщикам За нее Все в основном И смотрят Итак Схема у нас Похожая Сеня отправился Играть в одиночку На этот раз У него в руках АК Не знаю Было ли В прошлом раунде Мисс Бай Мисс Клик На этот раз Летит гранатка Под Сеню Не очень эффективно Туфейс Он особо тоже Не подкалил Летит молотов Сеня выживает Вполне себе Достаточно нормально Выжил Тем временем У нас Никитка Финн Контролирует яму Не скорее всего Это будет заход На Аплент Опять же Хоффен у нас Играет вплотную Будет врываться Чекать ближнюю Верхнюю позицию И закрывает Там бомб кэрри Между прочим Никитка Финн Спалился Что он еще И с бомбой стоит Будет скорее всего Форсирован выход На Аплент При этом Твиды у нас уже Занял мидл И стяжки От Натус Финн Не стоит ждать Обратно под Б При этом Они кстати говоря Попробуют это сделать По ходу Потому что Явно их спалили Странно 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 При этом Твиды Обратите внимание Он особо Не смещается Под Выход Под заход в дом Он будет контролировать Именно мидл Потому что Туфейс контролирует дом Твиды Забирает Энди Энди Который сделал Эйс И в принципе Ключевым раундом Стал Отметился В матче Против Гудгейма Твиды Продолжает Подпушивать Своих оппонентов Его заметили Его заметили Однако Скорее всего Твиды Сделает Зачем Пришел сюда Не позволит Натус Финнсер Засейвиться Не позволит им Уйти под Бокленд Конечно же Да 2 кила И это минус 4 Отвида и в раунде Включая килл на сене Который он совершил Чтобы занять Соответственно Эти ближние позиции В мидле И Это Это очень даже Здоровский мув Здоровский поджим Пока что 6-0 В пользу Команды NIP Став И абсолютно точно Ребят Это Напоминает мне Как начинался Матч Между Гудгеймом И Натус Финнсера Став Там тоже был Счет 6-0 Там тоже было Эко на Б плент И Это именно Стало Размощным Счетом Однако Тут не Эко на Б плент Тут у нас На Туфейса И на Твиде Будет выходить Нормальный закупь Нормальный закупь Который Будет сейчас Приниматься Кстати Туфейсом Он закинул Молотов Очень эффективный Там Горят Уже Натус Финнсера Твидей Закрывает Одного из игроков Продолжать Будет убивать Отличный Молотов Под машинку Очень вовремя Закидывает Гранатки У нас NIP Став Как вы видите Качественная Флешка Самого себя Немножко слепила Ничего страшного Твидей Будет продолжать Открываться На своих оппонентов Тем временем Энди и Дима Непобедима Дают по киллу Несмотря на все Просто преимущества Которые обеспечили Себе Своими гранатами Своими откидками NIP Став Натус Финнсера Став Продолжает бороться За Б плент И ситуация Теперь один в один Никитка Финн Против Хоффена Хоффен Не хочет никуда лезть Понимает что Времени еще много Попадает Жестко по Никитке И выигрывает Эту дуэль Счет становится 7-0 NIP Став На коне Натус Финнсера Вынужден сейчас Прибегнуть Наверное К баем Каждый раунд Чтобы сбить экономику Попробовать как-то С моим оппонентом Потому что Там очень много Придется бороться И Для того чтобы Нормальный счет Рабочий организовать Нужно брать раунд за раунд Он начинает с этого Потому что Если они сейчас Берут раунд А следующий проигрывает У них вся вот эта вот Экономика Которая спонсируется Командам Которые проигрывают Раунд за раундом Она Сойдет на нет Сразу же Как только Они возьмут раунд И проиграют Следующий Итак Неплохой Молотов Опять же Сеня От своих Тиммейтов Отделен Заход на Б Не может быть Совершен Стяжка Произошла Сразу Три Игрока Находятся у нас На Б Плэнте Пита при этом Оттягивается И будет Скорее всего Разыгрывать Через Мидл Чтобы Ребята Из Натус Винстера Не смогли Отойти Играть Через подвал И Сеня Очень аккуратно Пытается Чекнуть Б Плэнт Получает В голову От Туфейса Заход Дальше Проходится У нас Сережкой Финтиком И Энди Отличный Хэдшот На Форесте Забрал Туфейса Дроп Плэнт И Пита Пита Не может Пролезть Ай-яй-яй Очень поздно Стяжка Наверное Все-таки Стоило Остаться Питти В аптеке Нет Скорее всего Будет 6-1 Если Пита Сейчас Не совершит Чудо Выполз Да Из аптеки Один килл Есть Игроки Нави Никуда Не вылазят Все правильно Делают Бомба Стоит На Дом Однако Что творит Что творит Пита Два килла Очень вовремя Очень жестких Два килла Прайс Хофен По киллу Хофен Еще и забирает Прайса И диффуз Бомбы Да Последняя Гранатка Была конечно же Лишняя От Хофена Но Ничего страшного Зато Забрали раунд 8-0 В пользу Команды NIP Staff 8-0 В пользу Команды NIP Staff И это Борода Борода В том плане Что Natus Winster Конечно же Будут иметь Каждый раунд Закупку Каждый раунд У них будет Более-менее Подходящая Раскидка Но им нужно Прервать Эту серию Серию Поражений Серию побед Своих оппонентов Но NIP Играет Не так Как играли Goodgame Они играют В позиции Вплотную Занимают Видите Как к яме Стоит у нас Сейчас Хофен И вот эти Вот смоки Которые Сейчас Положатся Natus Winster В том числе Дима Который будет Откидывать На Делпан Это все Конечно здорово Но Их оппонент Стоит в упоре Практически И как только Полетят смоки Он скорее всего Ворвется Как только он Сушит откидку Гранат Через верх Он побежит Через дым Минусовать Своих оппонентов Либо встанет Вплотную И будет готов Принимать Заход Через яму Выход идет Сеня запрыгивает Забирает Хофена На Стрейф Жампе Практически Убивает Своя оппонента Прайс Играет Строна Ну и Заберет Заберет Скорее всего Своя оппонента Есть Гранатка В плент Нет Выживает Бомбкерри Все хорошо Энди Минусует Туфейса И это Выигранный раунд Командой Natus Winster Став 8-1 На 9-ом раунде Смогли Ребята Все-таки Размочить счет И это Не проиграют Не проиграют Сразу же Своим оппонентам Раунд Если они это сделают То их экономика Будет разрушена Надежда На Победу Или на Нормальный счет В первой половине Сведутся на нет И вообще Будет все Очень плохо Как у Донула Который В мемах Присутствует Активно После каких-то Матчей Не очень удачных И так далее Что ж Твидый Играет в зигзаге Причем В достаточно пассивном В виде Туфейс Решил нас Саркадить В ковры В коврах Играет Сеня Причем Сеня Уже пошел В подвал И об этом Об это знает Туфейс Потому что Наверное Все-таки Следил за играми Есть информация Что здесь Никого нет Есть информация Что Скорее всего Будет разыгровка Подаплент И Хофен Уже по-моему Тягивается на дальние позиции Чтобы Пробовать Принимать Вместе с Пит И Мидл Потому что Обычно Атаки на Аплент Идут с плитом С Мидлом Сеня Остается в живых Смещается На Бэплент Ну и давайте смотреть Поймает ли его Туфейс Сможет ли Сеня Проверить Туфейса Во-первых Поймает ли его Туфейс И да Сеня ничего не чекает Получает в голову Хофен На дальних позициях Прайс в упоре И Прайс Закидывает Свою чудо-флешку Слепит Одного из игроков Тут же пытается стрелять в стенку Там никого нет Конечно же Получает Нашив от Никитки Падает Чуть-чуть Поторопился Чуть-чуть Хотел сыграть на Могик Но Могик Нам не показал Однако Очень уверенный Килл Все-таки был Энди Падает от Твида И это разрушенная Экономика Давайте посмотрим На деньги Нави У них 1900 1950 1500 У Энди И у Димы Конечно же Есть деньги Но У остальных Игроков Их нету И решают Натус Винцер закупиться Форсбайм Что может стать Опять же Либо Гениальной идеей Либо Очень плохой Идеей Потому что Вероятно Они идут на Б-плент А не через подвал Играть А на Б-планте Ту-фейс Стоит очень плотно Стоит очень плотно Уходит даже Слепым В нормальную позицию И с Твидом Вместе принимаются Заходы Из раза в раз Не знаю Зачем надо Свинцер продолжает Играть Форсбайм Именно под эту точку Но надежды Конечно же есть Триф-два Есть девайсы Однако Пита уже В спине Бомб керри Он еще не видит Но уже сейчас заметит И это минус От Питы Это Энди Который 1-3 Он рулил Ситуацию против Гудгейма Однако против Энни Пистафа Это практически Невозможно Слишком хорошие позиции Слишком четкая Наверное информация И Ожидали увидеть Ожидали увидеть Энди Именно в этой точке Пунта 10-1 В пользу Энни Пистафа У Натус Винцер Опять же Проблема с деньгами Возможно это будет 14-1 Ребята И это Печалька Печалька Если так будет Все же надеюсь На камбэк От Натус Винцера Стафа Надеюсь Что они Смогут показать борьбу Все-таки После таких Матчей Где были Постоянно Замесы Где была борьба Причем такая Беспринципная борьба Где одна команда Постоянно С другой Соревновалась Практически Из раунда В раунд Переходила Инициатива Но Здесь пока что Чистая доминация Одних над другими Причем Это видно Даже не только По выходам По заходам Но и По самой игре Как-то Не очень внимательно Играет Натус Винцер Стаф Может быть Немножко Расслабились После победы Над Гудгеймом Над геймом Может быть Пересидели Над эми Такое тоже бывает Что потом уже Не залетает Знаете Прайс С Хоффеном Дают Серию киллов Стяжка уже произошла На плент А И Прайс В принципе Еще живой Сам спокойненько Довершает Серию разменов Выигрывает Для своей команды Очередной раунд 11-1 В пользу Н.А.П. Стаф И у Натус Винцера Наверное Даже с моралькой Проблема Потому что Ну Денег Нет Плохая ситуация На закупченный раунд А это будет Именно уже 14-й раунд Единственный шанс Будет Чтобы Собрать Еще 2 То есть Максимум 12-3 Если сейчас Чудо не произойдет И что-то не случится Хоффен Хоффен Поджимает Яму В очень активных позициях Смоки И флешки С гранатами Залетают Под яму Обратить внимание Очень хорошо Энди Забирает Хоффена Пита Смещается Под апплей На самом деле С П-250 Сейчас можно Разрулить ситуацию П-250 Вместо ЦЗ Это по 300 долларов На человека Но зато Они так же Эффективно С них так же Можно бить Чи на расстоянии И в них Зато Больше патрон У них Все таки Обойма Не 12-12 А нормальная Залетают Гранатки Под Никитку Не давая ему Возможности Нормально Выйти С своими Тиммейтами Одновременно В этот момент Чекается Мидл Понимают Игроки НИП Став Что Если в Мидле Никого нет Значит Под такой тайминг Это выход Только Апланта Ну и Выход пошел Твиды Делает вовремя Релоуд Очень хороший Тайминг Для того Чтобы поймать Своих оппонентов Поднимается наверх Все таки Разново забирает И Энди Энди Дал пару киллов Очень важно Все таки Забрал Кольт Отобрал его у Хофена Не отвалился Сразу же сходу Однако Не смогли НИП Став Закрепиться На Апланте Несмотря на то Что это Эко Неплохая попытка Не Сказал бы Что она отличалась От Раундов Когда у НИП Были девайсы И в этом-то Сама и печалька Ребят Ну не должны Игроки так быстро Отваливаться И если Все таки Выход организованный То должен быть Размен Должен быть Размен Должны быть фраги Которых пока Очень сильно Не хватает На Вистафу Что ж Прайс Он занимает Между Питами Ну Суть Тем временем Диму И Сеня Сеня Попытается Что-то сделать В медле Навоевать Там Дает Отличные Две головы Забирает Питу Твиде И вот она Возможность Взять Еще один раунд В первой половине Карты За атаку Камбэк Вообще Возможен Камбэк Возможен За защиту При взятой Пистолетке Даже на счете 14-1 И Это наверное Видели Не раз Зрители И Фанаты Обычного КСГУ состава Натус Винсера И других Топовых коллективов Потому что Ну на самом деле Контрстрстрайк Такая непредсказуемая Игра Что Команда может Лететь 15-0 Команда может Лететь 14-1 Но Камбэк Всегда возможен В таких ситуациях Когда Коллективы Достаточно серьезно Подходят К своей Игре И не опускают Руки до конца Прайс Попробуй сейчас Принять Всю атаку Натус Винсера На него летит Флэшка Причем На него летит Флэшка Которая не достигает Своей цели Однако Энди его забирает 12 пока 1 Зафиксирован счет Ну и давайте смотреть Скорее всего изменится Чет Сейчас Единичка У Нави На двоечку Нави Сеня Минусует Хофена Проходит Врез И сейчас возможно Сделать Четвертый килл В этом раунде Да Отличные Четыре головы От Арсения Сеня Треноженко И Счет Становится 12-2 Поздравляем Натус Винсера Став Со вторым Раундом В первой половине Все таки Показывают ребята Что могут Но Несмотря на то Что за счет Вот этих четырех киллов От Сени Все же Ребята Нормально вышли на плент Если бы Не этот выход То Четыре килла Или два килла Опенфраг на мидли От Сени Они бы тоже Мало чего значили Потому что Все же Значимость команды Она превыше Значимости Индивидуального игрока В миксах Подобных вот этому Это не особо так видно Но В остальных командах Это так Туфейт забирает Сеню У Твиттера Кстати говоря Дигл в руках И Странно что У него Дигл При том что у него Нет Денег нету Ладно Не буду спорить Я ему давал дропы И так далее В любом случае Особо не переживаю Это на IP став За свои раунды Как мы видим Раз Твиду не дали Дропешник Раз у него даже Не СЗ Раз у него просто Дигл Тем временем Выход на плент Энди забирает Хоффена Который играл в упоре К яме скорее всего Пита минусует Энди Разменчик пошел Прайс под флешечку Грамотно выбивает Двух игроков И счет становится 3-2 13-2 Точнее Прошу прощения Какие-то 3-2 13-2 Фраг-лидером Команды На IP став Является Пита Твиды и остальные Пытаются не отставать Ну а Самым наверное Антигероем матча Стал у нас Сережка Финтик Сережка Финтик Которому надо собраться У него 2 на 14 6 на 13 У Никитки Фина У Сени 7 на 14 Ну то есть он Недалеко ушел От Никитки Но Вот эти 4 кила Они конечно же Были впечатляющими Что ж Б фаст Вот так вот Просто Б фаст И Сеня будет принимать Вместе с Димой Заход на Б плент Конечно же Слышит что Толпа бежит Толпа несется Хорошая граната Под ноги На IP став Коцает как минимум Трех игроков И вот он в лед В лед он на Сеню У которого С 5-7 У которого Много пули Однако забирает он Только одного игрока Остальных Покоцал неплохо Но Разменчики продолжают идти Прайс остается 1 в 2 Может Разрулить Ситуацию С Форстом Получает От Энди По голове На двоих С Димой Сеня Сделали 3 кила Это достаточно Неплохо Плюс Ну Спалить такой Раш Было достаточно просто Сеня Изначально В раунде Услышал Что атака Идет Нобоплент Сразу же Передал информацию Своим тиммейтам Те Быстро стянулись И смогли Выбить плент Если бы промедление Было бы И позиции были бы Хорошие и заняты То скорее всего Были бы проблемы Что ж Раскидочка От NIP Достаточно Причем Простенькая Готовится Со смоком От Долпана И смоком Скорее всего От джунглей Давайте смотреть С вами Так Кидается Смок Да Это просто Смок От джунглей Чтобы ребят Не напрягал Игрок В окнах Что ж Выход есть Никитка Финн Забирает Твида Сразу же Прайс Отвечает Тег 9 Играет Прайс И Тег 9 Достаточно Серьезный Пистолет На Эко Не хуже Не лучше Чем Тот же П250 Сейчас В данный момент И причем У него Очень жесткая Пробивная Мощность Брони Он практически Не оставляет шансов Можно по голове Стрелять Из ваншотов Забирает Своих оппонентов Сережка Финнтик Остается у нас 1 в 2 Забирает Туфейса Но Хофен Успеет поставить Во-первых Бомбу на Б-планете Во-вторых Сможет даже Поставить ее под ковры И разыграть Класс раунд 1 в 1 Времени у него полно Сережка у нас идет На Фомасене На ноже даже И это Наверное Такая грубая ошибка Потому что На ноже бы Он чуть-чуть Подуспел бы Хотя бы под смещение Хофена Через ковры Я так полагаю Бомба стоит под ковры Сеня должен Наверное Подсказать Своему тиммейту Что Парень У тебя оппонент Скорее всего в коврах Да И Сережка Расправляется с Хофеном Хофен слишком так Самонадейно Выглянул Головой Посмотреть Что творится С бомбой Которую он поставил И ничего хорошего С ней уже не творится 13-4 Пользуем Натус Винсера 2 раунда Первых взят Если сейчас будет взят Пятый А там и шестой То игра Пойдет Достаточно В интересном ключе Потому что Натус Винсера Став Может играть За Диффенс Они это уже показывали Главное Чтобы им Не доставляли Шведы Проблемы Из-за стрельбы Того же Пита У которого Сейчас уже 20 на 11 19 на 6 У Прайса Так Раскидка Опять же Раскидка От АНП Став Плюс выход На Аплент Трисмака И в лед Причем Это галаки Причем Это Такие вот Девайсы П250 Тут виды То есть У кого есть У кого нет И врыв Просто с возможностью Поставить Бамбу От смока До смока Линеечка Есть Можно ставить В нее Даже Бамбу Но Успеет Или нет Успеет Или нет Поставить Нет Не успевает Энди Минусует Питу С ножа Причем Просто Унижая Унижая Тренера Шведской Команды Одной Из лучших Команд В мире NIP И Как мы Видим Заработав Все полторы Тысячи Долларов Он только Улучшил Своё положение У него 4100 При том Что у него Закуплен Фамас У него Все хорошо Единственная Проблема Сейчас У Натус Винсера Это то Что Из-за Вот этих Киллов На Эко Которые Делали Нип Став У них У всех Фамасы Кроме Димы И это На самом деле Большая Проблема Потому что Фамасы Все-таки Это не Кольты С ними Особо Много Не навоюешь Против Калашей Дима Замещает Движение В доме Тут же Смещается Обратно Под Форест Насколько Я понимаю Говорит Что Сеня Сеня Там в доме Игроки И Сеня Сейчас Зачекает Мидл А там В Мидле Скорее Подсадка В окнах Которая Либо Ждет Сеню Либо Не Ждет Сеню Твиды Забирает Энди И Смещается За бомбой Смещается За бомбой Это будет Выход Под Аплэн Соответственно От Никитки Фина Сейчас Будет Зависеть Очень Много Ему Нужно Будет Сейчас В тайминг Хороший Выйти Сокон И Дать По головам Либо Принять Коннектор Выбор За ним Соответственно Он выбирает Принимать Коннектор На него Летит Неплохая Такая Флешка Врывается Хофен Забирает Никитку Никитка Прямо Расслаблена Так Сел Очень Жестко Сеня С подвала Может Хороший Тайминг Попасть Забрать Несколько Игроков Оппонентов Пит Минсует Сеню Ситуация Не в пользу Нату Свинсера Остается Только Один Дима Ему бы Засейвить На самом деле У него Даже не АВП У него Муха У него Муха Которая Оставлена После Того Как Были Сыграны Эко Раунды Ну Это Наверное Провально Потому что Деньги Были Можно было Закупить Но Не то Чтобы АВП Можно было Закупить Хотя бы Кольт Последний Наверное Закуп У Нату Свинсера Если они Сейчас Проигрывают Раунд И отдают 15 То есть Матчпойн Тоже Понесутся Для них То у них Не будет Нормальной Закупи Ну и Давайте Смотреть За Туфейсом С Хоффеном Схожая Разыгровка Грубо говоря Кстати говоря Господи Схожая Разыгровка На Нату Свинсер 2-1-2 Пит играет В мидли Контролирует Поджимы С Зиги Просто Коннектор Отпускается Туфейс С Хоффеном У нас Играет Под окнами И скорее всего От этих ребят Стоит ожидать Подсадочку Именно туда Вот в этот смог Неплохая гранатка От Сени Коцит Хоффена На 16 ХП Ответная граната Не достигает цели Просто контроль Карты Сережка Финтик Тем временем Забирает Твиды И если бы он Прошел дальше И знал бы Что там валяется Бомба на нуле То он бы Сразу же дал бы Информацию Очень важную Для своих тиммейтов Пошла закидка Гранат Хоффен Прочекатель Справа игрока Нет Чекает слева игрока Справа он Сразу же не чекал Конечно же Сережка Финтик Забирает Сам себя Дима Забирает Питу Прайс Серия разменов Дима Все таки У нас Очень жесткую роль Отыгрывает с джунглей Остается всего лишь Один Туфейс И у него Не очень хорошая позиция В коннекторе Конечно же Который контролится Сзади И спереди Особо не проживешь Долго И еще Становится 14.6 Атака на Аплент Не удалось Слишком наверное Самонадеяно было Выходить Не при фаером Даже И без прострела Выходить с коннектора Однако Н.А.П. Став Не отчаливается Они берут просто Форсбай С СЗшками Тут даже с броней Питта И Прайс с броней И будут идти Под раскидку Аплента Вы уже видели Эту раскидку Смог от джунглей Смог На головы И смог От Делпана Трестанных смока Которые позволяют Команде выйти На Аплент И это конечно же Линия смоков Которая не дает Их оппонентам Нормально Защитить точку То есть вот этот смог Например Перелетел Немного Он должен упасть Между ящиков В центре Плента Но не суть важна В любом случае Вот такая линия смоков Строится Вот такая даже И игроки После этого Заходят на точку Не опасаясь Атаки Со стороны Плента Хофен Остается 1 в 3 Все таки Киллы свои сделали Я на Эпистав На этот раз Только 2 Но Не суть важна Это еще не конец раунда Еще может быть киллы Да 1 килл Но некий Справляется Со своей стрельбой Еще становится 14 в 7 И половина Половина Очков Еще нужно На то Свинцера Отыграть Если они это Смогут сделать То они будут молодцами Очень большими Пит 24 на 14 У Энди 17 на 16 У Димы 13 на 17 У Сеня 11 на 19 11 на 18 Точнее Сережка Финтик Даже работает 6 на 18 То есть Ну Исправляется Ребята За Защиту Главное Не Почти Жертвами Терем Сеня У нас Закидывает Смог Слыша Туфейса Который Бежит Один В соло Играть Под Б-плент Причем Туфейс Очень жестко И очень аркадно Занимает Ковры С дома Не смог Перестрелять Сеня Но однако Отвлек Достаточно Долго Чтобы Хофен Прошел через коннектор Причем Сеня Скорее всего Не заметил Хофена И сейчас От Хофена Зависит Исход раунда Он может пойти Спокойненько Через лес Забрать Диму Пит тем временем Вернется за бомбой Но и Сеня Очень многое Зависит от него По информации Сеня Был на Б-пленте И Сеня Сейчас будет чекать Соответственно Одного игрока Второй игрок Твидой Который ставил Криспу поближе Тут же разменял Но Дима Остается 1 в 2 И у него 18 хп Он может сейчас Жестко зарешать Забирает Твидея И неужели Неужели Не войдет в тайминг 12 Нет Не войдет в тайминг 18 хп У Димы У Питы Сорокет Но это дуэль Двух снайперов Дуэль двух снайперов Причем Пита в тайминг Смещается Не очень хорошая Но все же попадает По расстрелам По Диме Еще становится 15-17 И у Натус Винсера Небольшие проблемы С деньгами У них фамасы У них броня Но это единственное Что они могут себе позволить Фамасы и броня У кого-то даже Диггл У Энди Не знаю опять же Насколько это оправдан Диггл плюс Вся раскидка Давайте посмотрим Что он придумает Энди Именно с таким Сетапом Возможно Это аркада в мидл Под пуш Да именно это И делает Натус Винсера Став Очень грамотный кстати Выход из ситуации Правда Вот сейчас нужно Угадать Угадать Направление атаки И Натус Винсера Этого не угадывает Насколько я понимаю Пита минусует Сережка Финтика Слишком рано Два игрока Не растягивались Под бпл Нужно было все-таки Второй маркадить И одного оставить На б Одного на а Пита минусует Также Сеню Продолжает Серию киллов Твиде разбирается С Никиткой Финном Будет установлена бомба У нас Дима Пытается разыграть С Делпана Он единственный игрок Его заберет граната Да его забирает граната Счет становится 16-7 Поздравляем команду Найпистафа Отличный матч В их исполнении Очень уверенная Игра в диффенсе Неплохая игра В атаке Ну и Натус Винсера Просто не подфартило В некоторых ситуациях Некоторые раунды Они просто не угадывали Куда выходить Некоторые раунды Они фейлили И Ну По экономике У них были проблемы Из-за того что Делались Форсбай Делалось что-то еще не так И разыгровка Вот это вот конечно же Где ключевую роль играет Сеня Ну она очень сильно завязана На одного игрока И без поддержки Тиммейтов Трудно реализовать ситуацию Когда тиммейты До того как Сеня Что-то смог сделать Отваливаются Что ж Ждем следующего матча ребят А пока Небольшая пауза Субтитры сделал DimaTorzok